приветствую всех кто смотрит сейчас в прямом эфире приветствую тех кто посмотрит в записи и тех кто будет смотреть на информационно-аналитическом портале ava.md сегодня сложный день в Молдове день который может привести к очень негативным последствиям надеемся что мы сумеем преодолеть этот сложный барьер и не будет гражданского противостояния хотя мы находимся на грани этого что сегодня произошло что привело к обострению политического кризиса и к угрозе гражданского противостояния сегодня депутаты социалисты и шоровцы приняли в общем то такое беспрецедентное решение они отправили в отставку с председателя конституционного суда маноли и назначили нового члена конституционного суда но все юристы все правоведы все кто политики комментируют это прекрасно понимают что это абсолютно недопустимое решение это антизаконное решение и об этом даже говорят сторонники социалистов которые их поддерживали и естественно я даже напомню немножко историю как они это сделали они признали решение суда парламента который назначал маноли членом конституционного суда незаконным как бы отозвали то решение и по новому решению назначили нового судья что самое интересное тогда в том пакете рассматривался еще один судья это владимир цурка то есть если то решение незаконно то надо было вернуться к решению комиссии когда два других человека проходили в конституционный суд и по новому как бы это обсуждать а цуркан и маноли ну посчитали бы что это они не должны быть судьями но это незаконно потому что в этом плане закон не имеет обратной силы и отозвать судью конституционного суда никто не имеет права это решение может принять только сам конституционный суд если судья совершил какой-то проступок который не совместим с должностью но все это прекрасно понимаете это прекрасно знают и естественно все понимают зачем это сделал дадон и вы знаете я когда вот начал вникать в эту историю смотреть я вспомнил время виктор жосу помог мне вспомнить он у себя написал на скотобой них были специально обученные козлы которые вели овец в загон где должны были секир башка но они доводили до загона а сами выскакивали в калиточку специальную и потом эта процедура постоянно повторялась даже как бы шутили что эти козлы на должности меня такое впечатление что тот кто задумал это тоже козел на должности я сейчас не хочу намекать что он какую-то калиточку или в какой-то аэропорт и куда-то уехал все это не имеет привязки сейчас конкретному человеку который улетел в москву но в данном случае это провокация которая должна привести к хаосу в молдове я даже не исключаю что это специально задумана этим человеком провокация чтобы у него был повод остаться в россии ему там дадут хорошую работу уже не возвращаться в молдову потому что эта провокация конечном итоге может вызвать не только противостояние в обществе хотя я абсолютно уверен что никто за дадона на улице и площади не выйдет но она конечном итоге может привести к запрету партии социалистов и тогда он сказал партии нет значит чем не возвращаться я или вернется потом снова уедет но на самом деле все это очень серьезно и мне кажется что те кто задумывали вот эту комбинацию они или не просчитали до конца или действительно просчитывали чтобы был хаос чтобы возможно что-то произошли какие-то столкновения на улицах и так далее и тому подобное и это дало бы возможность им ввести еще одно чрезвычайное положение там допустим на шесть месяцев и это уже отодвинуло бы выборы окончательно но я думаю вот эта провокация у них не получится и сегодняшнее заявление санду после заседания совета безопасности это том что президент настроен жестко дано поручение прокуратуре разобраться и я думаю все это плохо кончится для дадона для шаристов и для социалистов конечном итоге но это их выбор они сами сделали это и и чтобы они сейчас не кричали сегодня они пойдут на все телеканалы будут там грещать что вот наступление на депутатов и так далее и тому подобное но как бы пожинаешь бурю и в этом плане им уже никуда не деться но вот то что они сделали имеет одно очень печальное последствие я его очень боюсь понимаете я вот те кто читал план на сегодняшнее мое выступление там было сказано о том что у меня есть как бы опасность что санду из политики не превратится в государственного деятеля и ее вот загоняют в определенный коридор где она вынуждена быть политиками думать только о выборах об электорате и так далее и это самое страшное для молдовы сегодня на сайте ava.md появилась моя статья которая называется в чем ошибка мая санду я говорю о том что она обозначила прекрасные цели но обошла глобальные проблемы которые стоят перед нашей страной и одна из самых глобальных проблем это кадры и вот эти проблемы не прозвучало в ее вообще не звучит в ее выступлениях а не совершив революцию кадров мы вообще ничего не добьемся в молдове я не буду касаться этой темы вы можете эту статью прочесть на сайте там в рубрике аналитика и комментарии и меня еще печалит то что и другие темы санду обходит вот втянутая в политику погоде за голосами избирателей вторая такая очень важная тема это административно-территориальная реформа если мы не создадим мощные регионы особенно в экономическом плане если у нас будут такие очень мелкие примарии если у нас будут очень мелкие эти районы которые не могут экономически консолидироваться если мы не подготовим инвестиционную карту молдовы как должны развиваться эти регионы и населенные пункты которые входят в эти регионы не проведем реформу местного самоуправления у нас не будет подвижек понимаете вот это глобальная проблема которую надо решать но политики ее не могут решать потому что вот мы будем объединять районы а как на это посмотрят избиратели там будут недовольны а у нас штабы в каждом районе нам очень удобно и так далее и тому подобное на первый план надо поставить проблемы экономики развития экономики регионов инфраструктурных проектов в рамках больших регионов а потом уже вот эти избиратели голосование и так далее но к сожалению наши политики на это не способны и еще одна проблема которой я боюсь что санду вот в это в пылу этой политической борьбы которая сейчас развернулась она упустит это точки роста молдовы я не буду касаться социальной сферы там образование это очень важная сфера это отдельная тема которой надо очень много говорить но мне очень хотелось бы чтобы санду объявила что она как президент она берет кураторство над крупными проектами или стартапами которые могут быть в молдове для этого ей надо пригласить людей которые способны инициировать появление таких стартапов ну таких как академик гроба таких как бывший экс-премьер и министр экономики габурич таких как вячеслав кунев и другие таких человек может набраться ну двадцать-тридцать в молдове которые способны это сделать а санду как президент должна помочь в реализации этих проектов но безусловно отобрать самые значимые проекты и создать необходимую законодательную базу под эти проекты внести предложение проекты законов которые помогли бы развивать эти проекты это путь развития молдовы и если вот санду втянется в политику начнет воевать с такими как додоны прочее прочее и додоны специально наверное хочет чтобы молдова не развивалась потому что он не сумел за четыре года президентства предложить проекты развития молдовы такие глобальные проекты которые бы действительно стали локомотивами развития молдовы сам не предложил и санду ставит палки в колеса чтобы она не могла это сделать чтобы она втянулась политическую борьбу ну и последние несколько слов вы знаете что в пассе было голосование в отношении навального и там большинство проголосовали чтобы его освободили чтобы допуск врачей кстати врачей уже к нему допустили он сейчас выходит из голодовки и также осудить нарушение прав человека в беларуси и большинство проголосовало двое с молдавской делегации тоже проголосовали за эту резолюцию трое не приняли участие в голосовании и тут очень интересно такой образовался союз пророссийских сил это платформа да один человек и двое партии социалистов это уже не первое голосование платформы да которая она голосует так как ну ее делегат депутат голосует так как выгодно россии это еще раз как бы подтверждает что они находятся в определенной зависимости от кремля об этом говорили некоторые люди выступали даже там какие-то называли суммы но свечку не держал не буду касаться этой темы платили не платили но это очень печально что платформа до задуманная как достаточно прогрессивный интересный проект что она вот постепенно постепенно затухает и скатывается тому что выступает на потанцовках то у кремля то у дадона и это ставит ну наверно крест на этот проект а жаль потому что там есть потенциал там есть отдельные люди способные принести пользу молдове но на этом мы завершаем если что-то будет такое может быть еще выйду завтра выступлю с утра если события будут развиваться но об этом я сообщу дополнительно будьте здоровы берегите себя всего вам хорошего